В минувшее воскресенье в перерыве между дождиками все же состоялось дважды переносившееся сражение под Кислянкой, в котором наши-таки добили фашистскую гадину, в том числе и недобитков из армии предателей генерал-изменника Власова. Значит, ну как, именно это было 5 мая, когда уже Гитлер с собой покончил, уже гросс-адмирал Гёнис был, Гёнис был уже фюрером другим, но армия еще не сдавалась, там стояла армия генерала Власова, ну вот мы отстаивали позиции, последние уже были солдаты вермахта. В Артемовском районе впервые за 5 лет почти без зрителей из-за все еще непобедимого вируса состоялся очередной фестиваль «Покровский рубеж», на который, опять же, впервые по той же причине приехали только россияне. Четыре сотни энтузиастов со всех уголков, откуда можно было выбраться, да не просто, а с амуницией и иногда даже с техникой. Они представляли четыре исторических эпохи. Раннее средневековье. 17-й век царил в лагере стрельцов царя Алексея Михайловича. Выставил! Раз, два, три! Вместе жили также представители Первой мировой и вытекающей из нее нашей гражданской войны. Ну и понятно, что самым главным событием была реконструкция боя по ходу пражской стратегической наступательной операции, уже после того, как был взят Берлин, а именно наступление Уральского добровольческого танкового корпуса в полосе Носсен-Дрезден 6 мая 1945-го. Напомним, что в три часа утра 9 мая первым в Прагу ворвался Т-34 лейтенанта Гончаренко из 63-й Челябинской танковой бригады, а 11 мая, перед тем, как встретиться с американскими войсками в районе Клатови, пехота 25-го танкового корпуса взяла в плен большую группу власовцев возле города Плезень, будущего побратима Свердловска. Что касается фестиваля «Покровский рубеж», по ходу которого прошел еще и окружной отборочный турнир чемпионата России по историческим боям, то планы на следующий, шестой фестиваль, уже зреют. Например, в той самой Егоршинской деревеньке Кислянка планируется открыть постоянно действующий музей военной реконструкции.